Всем привет! С вами снова я Настя. Сегодняшнее видео будет опять для кейпоперов, точнее для фанатов корейских дорам. Итак, в прошлый раз я вам в предыдущем чате рассказывала про дорамы, которые мне понравились в июне и в июле. Дело в том, что в августе вышла куча дорам, по-моему, одна вышла даже чуть раньше августа. Я сейчас буду рассказывать вам про те дорамы, которые мне понравились. Также там будет дорамы, которые мне, допустим, не очень понравились, но в целом это будет скорее просто обзор на дорамы, которые вышли не так давно. И как-то раз меня, кстати, кто-то спросил, куда я там смотрю, когда я смотрю вот так. На самом деле, здесь у меня просто, скажем так, я вижу себя. Когда я смотрю куда-то вниз в сторону, кто-то написал, мужики голые. Да, у меня тут парень голый бегает, конечно, еще до стадо мужиков пробегает. Нет, на самом деле, я просто смотрю свои заметки. Здесь у меня блокнот, здесь у меня написано сразу то, о чем я буду вам рассказывать. Вот. И, пожалуй, начнем, наверное, с дорамы «Три мушкетера», либо просто «Мушкетеры». Эта дорама вышла не так давно. Всего пока что есть две серии с переводом. Сегодня, может, уже третья выйдет, я точно не знаю. Вот. Дорама... Знаете, обычные «Три мушкетера» — это все-таки не эпоха «Часон». «Часон» или «Часон». Короче, сейчас меня закидает помидорами, потому что я неправильно произношу, верно ведь. Честно, я не хотела смотреть этот дораму. Вообще не хотела. Не было никакого желания вначале. Я думала, что какая ерунда. И думаю, блин. Ну вот я. Как я себе могу назвать кей-попщиком вообще, если я даже не смотрела дораму, даже не попыталась. В итоге я зашла в группу, включила первую серию. Начала смотреть и поняла, что, боже мой, тут... Я сижу рядом с окном, оно открыто. Так что шум, как вы понимаете. Ту-цу-цу-цу-цу-цу. Это не я виновата. Данная дорама, я думала, что мне вообще не понравится, но посмотрев первую серию, я просто безумно влюбилась. Она очень смешная. Рассказывать о чем она я не буду, потому что... Я оставлю вам ссылку под описанием, потому что, боже мой, да я думаю, уже почти все ее начали смотреть. Но если вы даже не начали, посмотрите, потому что данная дорама, она, ну знаете, не такая драма, там все грустно, печально. Нет, там с чувством юмора. И особенно мне понравился один из героев. Нет, не главный герой, вы не подумайте. Я такая, что я... И я тоже, конечно, заприметила его. Нет, там просто наследный принц, он меня очень порадовал. Именно своей реакцией, то, что это такая неординарная личность. Мне он очень понравился, именно этот персонаж, потому что он нестандартный. Дальше. Вышла дорама «Мой секретный отель» или «Отель секретно». Вообще там переводится «My secret hotel», то бишь это «Мой секретный отель». Ну, если правильно, конечно, переводить. Ай, ну, знаете, у меня неоднозначное впечатление сложилось на этой дораме. Потому что главной героини ей привыкла видеть всё-таки актрисой второго плана. Если вы смотрели «Мужчина со звёзд», помните подружку нашего Чеслава, Соня, 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 Короче, Соню. И то вы помните такую, знаете, вроде бы с виду милу, на самом деле стерва. Мне сейчас очень привычно видеть её главной героини. Ну, даже, скажем так, когда я посмотрела первые две серии, я сначала не поняла, ну, вы все видели трейлер, как бы, я не поняла, кто убил данного сотрудника. Ну, вообще, кто был, скажем так, виновником срыва торжества. В третьей серии, как бы, начинают раскрывать преступления. Но всё равно, там слишком много загадок, очень много загадок. Допустим, что скрывает помощник управляющего, там, вообще, что там происходит. Очень тяжело сейчас вникнуть, по крайней мере, на начале. На первых, наверное, трёх сериях точно. Потому что сейчас вышла четвертая, я ещё не видела. Дорама пока вызывает такое, знаете, непонятное чувство. Вообще непонятное. Не знаю, буду я её дальше смотреть или нет, но посмотрим. Вот пока... Самое главное, посмотреть хотя бы серии шесть. Это самый важный момент. Если вы смотрите какую Дораму, посмотрите шесть серий. Потому что это как с секретом. Я смотрела первые, наверное, семь серий. Мне вначале не нравилось, а потом я просто безумно влюбилась в эту Дораму. Опять же, весь сюжет рассказывать не буду. Вы можете посмотреть всё в ссылках под описанием. Также вы можете найти, я думаю, вы уже видели эту Дораму во многих группах. Поэтому останавливаться я на описаниях не буду сегодня. Дальше. Третье. Я смотрю в записи. Вы не подумайте. Так. Старшая школа, время любви. На самом деле, она, по-моему, там, high school, love on. То бишь, привет, школа. Love on – это, короче, ну, любовь в силе, скажем так. Это Дорама. Выходит одна серия в раз в неделю. Очень тяжело. Потому что хочется побыстрее уже посмотреть до конца. Но нифига там. Там всё тянут. Милая девочка. Школьная тематика. Если вы любите Дораму про школы, вам подойдёт. Единственное, что меня зацепило, то, что девочка ангела, необычная смертная. Девочка ангела, которая, вот здесь я, по крайней мере, буду описывать, потому что, ну, так вы не поймёте, в чём весь прикол. Девочка была ангелом, которая забирала души умерших. И в один прекрасный момент она ввязалась, скажем так, вне своих дел. Она спасла мальчика. Таким образом, она стала на время человеком. И есть одно условие. Если она влюбится в человека, она не сможет вернуться обратно в прежнее состояние. И вот здесь, опять же, знаете, тема любви. Останется она человеком или нет. Ну, я предполагаю, что она останется человеком. Ну, это всё в первой серии, понятно. Вот. Остается просто ждать, когда эта кульминация произойдёт. Дальше. Опять же. Всё остальное. Описание трейлера серии вы можете найти внизу. Я, наверное, буду скидывать ссылки на трейлеры. Либо сразу на ссылки в группе, где вы можете посмотреть сразу драму. Реклама группа. Я молодец. Также. Ночной патруль. Ночной дозор. Хроники ночного стража. The Night. Watchmen's. Как там? Tower Hall. Короче, ладно. Не суть важна. Ой. Вообще тяжело рассказывать про эту драму, потому что я посмотрела первые две серии. И я вообще не понимаю. Я не как бы понимаю. Там борьба злых духов. Охотники на этих духов. Там. Там хотят что-то, видимо, трону наследовать. Я не знаю. Там такая пока кошмалаша. Вышло уже, наверное, порядком семи серий. Просто после первого духа я не могу заставить себя посмотреть остальные серии. Потому что прошел опыт такой, знаете, у меня не было слишком долго. Я не смотрела драму слишком долго. И когда ты приезжаешь обратно, тебе нужно с вами, блин, на какой серии остановился. Надо посмотреть. Желания у меня на данный момент смотреть драму нет. Если вы уже просмотрели эту драму, ну, вот эти оставшиеся семь серий, которые вышли, расскажите мне, как ваши впечатления, нравятся вам или нет. Потому что, я, конечно, попробую посмотреть. Ну, вы знаете, как-то я не очень. На любителя. Однозначно на любителя. Допустим, книга «Семьягу» мне очень понравилась. Ну, не знаю, будет ли что-то похожее. Но там опять, знаете, точно такая же тематика. Вначале это как бы предыстория, а потом основная история. Нужно дождаться основной истории. Ну, по крайней мере, мне надо посмотреть. Далее. «Русалочка» либо есть такое название «Русалочка» или «Непутевая принцесса». На самом деле это... Это что-то. Нет, это смешная. Это смешная драма. Тоже на любителя. Потому что, по всему, подруге драма не понравилась, потому что не понравилась вообще главная героиня. Сразу такой момент. Принцесса немного озабоченная. Ну, и что вы хотите? Она все-таки... Ей там лет 18-2021 где-то... У нее половое созревание уже подошло. Как бы к своей кульминации. Понятное дело, ее увлечет как бы принцу. Не как в сказке, где она хотела просто невинно быть рядом с ним вместе и целоваться с ним в щечку. Нет. Здесь у нас принцесса, которая хочет попробовать все и сразу. Причем, если вы смотрели уже эту драму, то вы помните момент, где она так спокойно говорит про секс. Любовь это что? Мне нужно, чтобы мы с ним поцеловались, переспали, завели детей. Как бы, ну, понимаете, да? Это уже более такой современный лад. Еще мне понравился был момент про русалку, толстую русалку, которая была в России на обучение. Вместо этого она спилась. Конечно, тема про русских это что-то с чем-то. Драма смешная тем, что у нее немного нестандартный подход. И опять же, любовные треугольники. Ты уже изначально предполагаешь, с кем остается главная героиня. Вот, и что-то начало, где там уже морская пена, мне не очень понравилось. Надеюсь, что они все-таки спасут ее в конце концов. Потому что не очень я люблю эти грустные концовки. Вот, если вам нравится драма, ставьте пальчики вверх, оставьте себе комментарии. И скажите, ждете вы так же четвертую серию, как и я. Я смотрю в записи. Вот, в записи, записи. Следующая драма называется «В поисках настоящей любви». Сейчас «Discovery of love». Вообще, это скорее как изучение любви, я бы сказала так. Ну, у нас у всех по-разному с переводами. Кто-то засловно, кто-то нет. Если вы смотрели сериал «Паскрипт»… «Паскрипт» любите, я хотел сказать. Опять вот. «Хочу романтики». Главный герой не здесь. Она играла в «Хочу романтики 2». Окно открыто. Все слышно. Вот. То вы знаете эту актрису. Честно скажу так. Она во всех дорамах, мне кажется, одинаковая. Единственное, из-за чего я смотрю эту дораму, это из-за Эрика. Если вы смотрели дораму «Квесера Сера, будь что будет» или «Будь что будет». Вот. Также вы смотрели, по-моему… Как визуале? Короче, про шпионку из Северной Кореи. Менболь, по-моему, ее звали. Короче, этот актер играл там. Также он еще и песни поет. Вообще он шикарный мужчина. Вот. И также, если вы смотрели «Хочу романтики 3», то главный герой оттуда играет и в этой дораме тоже. Вот. На самом деле сюжеты чем-то похожи. Это история быв… Я люблю рассказывать про такое. Бывший парень, нынешний парень, девушка встречает своего бывшего. Тут вроде на него находит, он хочет вернуться опять к своей девушке, а у нее уже новый, и там чуть ли не до свадьбы дело доходит. Непонятно, с кем он останется, но, скорее всего, если это что-то вроде как «Хочу романтики», первые две части, по крайней мере, то, скорее всего, она вернется к бывшему. А нынешний парень, он, скорее всего, будет встречаться с девочкой, которая с Ашаромом. Ну, это лично мое мнение, что, скорее всего, кстати, так и будет, но… Просто иногда сюжеты можно предугадать. Я пока еще точно не могу, но ничего сказать. Я смотрю на себя. Да, я люблю себя. Нет, на самом деле, просто я сейчас так ужасно выгляжу последний месяц, что я очень переживаю, что, во-первых, я буду стрёмно выглядеть, я выгляжу сейчас стрёмно. И не надо это писать мне в комментариях. Вот, поэтому я иногда периодически, это знаете как, ну, ты пытаешься проверить, все ли с тобой в порядке, у меня машинально. Мне не надо видеть экран. Так, отвлеклась. Дорама, в принципе, интересная, да мне смешные моменты, особенно, по-моему, вторая серия, она… Ммм, концовка некоторых порадует. Вот, а если вы любите любовные треугольники, всякие истории с бывшими и так далее, то смотрите. Кстати, я думаю, в этой дораме будет побольше нормальных поцелуев. Да-да-да, люблю я 18+. И последнее, это дорама уже идёт, почти уже середина, то это же, мне кажется, до конца уже немножко осталось. И все, наверное, сейчас смотрят этот драм, просто все. Это «Всё в порядке, это любовь», «It's ok, it's love». Почему я начала смотреть эту дораму? Потому что я фанатка «Властелин», «Хотел в сленковец». «Властелин солнца», «Master Sun», короче. Кто смотрел «Master Sun», то понимает, по какому именно поводу я выбрала фильм. Ну, конечно, главная актриса. Также мне понравилось то, что это психологическая драма, основанная на именно психологии. Я любитель, ну, если так брать, американский, допустим, сериал всяких. Я люблю «Сиаса», я люблю «Теорию лжи», вот, там, обмани меня. Понимаете, как бы здесь немного нестандартный подход, поэтому меня привлекла драма. Я не удивлюсь, если скоро после окончания этой драмы выйдет ещё похожая драма. Это как было... Когда-то было популярно снимать фильмы про путешествия во времени, потом было популярно снимать про врачей, потом было популярно про отели. Вот, допустим, только недавно закончилась одна драма про отели, сейчас другая драма про отели. Вот, то же самое про призраков. Вот, то, что сейчас, как бы, всё в порядке, это любовь. Чем не нравится ещё, помимо того, что это немного новый жанр для меня именно в драмах, а потому что, знаете, это такой треугольник, это семья, да, было два брата. Кто убил отчима? И вот, мне кажется, на самом деле, то, что даже их воспоминания и того, и другого, здесь сейчас, мне кажется, всё-таки виновата мамаша. Ну, как бы, там, потом в моментах покажут. Я не знаю, кто именно убийца, но вдруг отца случайно не залезали, а до этого его кто-то пытался отравить. А чё, может быть, всё может быть. После, кстати, Милы Хаманчис сериала, я думаю, что это очень даже актуально. Вот, и, блин, как вам сказать-то? Вот эта ситуация между братьями, они, не то, что, нет, один младший, конечно, он вообще любит своего брата, ой, младший, старший любит своего брата, а младший, он хочет доказать, что он был невиновен, и, как бы, он, вроде, и не хочет убивать своего брата, а, с другой стороны, у него есть такой некий бзик, да, и из-за этого он пытается, как бы, ну, отомстить. Просто вот это... Ну, а если вы уже смотрите эту драму, а не только её начали, то вы знаете, что у главного героя, у него, скажем так, нарушение психики, я просто не понимаю, как это по-научному, у него есть, скажем так, воображаемый друг, это отторжение его «я», которое было в детстве. Такая же ситуация, он переносит, скажем так, свою проблему, именно то, что с ним произошло, на вот вымышленного друга своего, и таким образом он пытается, скажем, помочь кону, по-моему, да, кону, ну, эту мальчику. Таким образом он пытается разобраться и понять, мне кажется, самого себя. Не знаю, чем пока закончится всё это дело, очень жду, когда выйдут последние серии, вот. Как вы видите, это даже не топ, это просто я вам рассказываю свои впечатления о сериалах, которые я только сейчас смотрю, вот. Всё, что я вам перечислила, я всё смотрю. Ну, кроме, конечно, хроники того ночного стража, или как его там, потому что, ну, не сильно зацепила. Вот, а так, по-моему, вышла ещё драма, я просто забыла. Короче, есть ещё, а, да, точно, искушение. Я просто посмотрела первую серию, меня что-то там вообще не зацепило. Так, конечно, играют актрисы, которая снималась в этой, в домохозяйке, я сказать. Ну, в предслуге, она прислугой была. Как его? Блин, вот всё время так забываю. Короче, она няню играла. Та роль настолько, не знаю, ну, как это, приелась ко мне, что я не могу воспринимать эту актрису уже в другой роли. Поэтому, как бы, ну, мне не нравится пока что. Ай, если я что-то забыла, это не потому, что я что-то не знаю. Нет, да нет, конечно, я вижу, что выходят ещё новые дорамы. Просто, как бы, я не всё смотрю. И я говорю только о том, что лично я смотрела, то, что я смотрю. Также, кстати, что-то я нять нечу. О весёлом, о хорошем. Скоро, наверное, я сниму всё-таки топ о фильмах корейских. Да, корейские. Это всё для вас, любители кей-попа. Потому что сейчас мало кто прям снимает так. Хотя, не, сейчас есть блогеры, которые по кей-попу ориентированы. Ну, именно на него ориентированы. Я просмотрела очень много корейских фильмов. Я сейчас просто пока что записываю. Ну, проверяю, смотрю, записываю те, которые я видела. Список составляю. Могу сказать, что уже порядком 30 штук я точно записала. И это только из... Мне ещё надо проверить 30 страниц на одном сайте, где фильмы эти выложены. Посмотрели то, что я ещё смотрела. Поэтому из-за такого большого, просто огромного количества, я пока не знаю, как я всё это сложу. Потому что двухчасовое видео я не хочу вам снимать. Я, скорее всего, сделаю по частям. Либо отдельные, допустим, фильмы ужасов. Но просто именно драмы их очень много. И я не хочу, чтобы было в одном видео одни драмы и их 30 штук, к примеру. Нет, я, наверное, расфасую их по 15 штук. И буду вам выкладывать до как раз своего отъезда. Потому что, когда я уеду в Таиланд, если вы видели предыдущие видео, уже знаете, потому что скоро подъездка, вот, то там я не смогу ничего снимать. Ну, точнее, выкладывать. Поэтому, простите, две недели у меня не будет. За это время, наверное, выйдет куча из новых серий, я не посмотрю. Ну, ладно. Не будем о печалях. Когда выйдут новые драмы, я всё равно вам всё сниму, всё вам расскажу. Так что я постараюсь за это время снять вам сразу несколько новых роликов, роликов именно про фильмы, которые я смотрела. Ну, немного расскажу, краткое содержание. Не как сегодня была больничать. У меня сегодня просто день такой, я снимаю уже второе видео, и, как вы понимаете, у меня сегодня такое настроение, я хочу поговорить. Вот, поэтому все описания, ссылки сразу я, наверное, вам в группу скину. Кстати, хочу прорекламировать вам группу, ну, Дорама Кун называется. Просто, допустим, в Дораму про в поисках настоящей любви. Я узнала именно с этой группы, хотя в других группах тоже это всё публиковалось. Просто у них была сразу ссылка на новую серию, вот первую. Я сразу пришла и случайно как бы увидела. Также они всё время пытаются выкладывать в них общие, скажем так. Они берут видео с других, допустим, групп, общих, там, BeLoads, Onis, потом, Beers, ну, Мишек, да. Я часто смотрю Мишек, допустим, Дорама. Они просто выкладывают всё туда, сразу с нескольких источников. Соответственно, вы сразу можете посмотреть, ну, не вы дожидаясь, там, где, в какой группе искать что. Вот, также вот огромное спасибо группе Мишек, потому что я смотрю очень много, да, именно с их переводами. Конечно, хотела, чтобы они быстрее выходили, но я понимаю, что все мы люди, и мы не можем много, скажем так, выкладывать. Переводить, это огромные труды. Даже я, когда монтирую, я думаю, господи, можно сдохнуть. Вот, и это всё занимает время, и иногда просто устаёшь. Поэтому спасибо вам, девочки, что вы работаете. Ну, может быть, мальчики, я не знаю, кто там именно работает. Ну вот, спасибо вам, что вы выкладываете Дорамом, переводите их, потому что, если бы не вы, нам пришлось бы всем точно получить корейский язык, ну, и идеально английский, искать источники на английском. Итак, на этом, пожалуй, всё. Сегодняшняя рубрика подходит к концу. Пишите в комментариях Дорамы, которые вы сейчас смотрите. Ставьте пальцы вверх, если я назвала Дораму хотя бы одну, которую вы сейчас смотрите. Я уверена, что вы хотя бы одну из этих перечисленных сейчас на данный момент лицезретьте. Мне как раз сейчас догруживается, догруживается, догрузится, короче, серия «Всё в порядке. Это любовь». Ну, последняя, вышедшая. Просто половинку я уже посмотрела, а половинку я решила досмотреть в обочи, потому что нужно всё заснять для вас. Видите, как я стараюсь для вас, терплю, не смотрю. Также в дальнейшем для вас, моих фанатов кей-попа, извините, что так долго, будет скоро конкурс по моему приезду. Я, наверное, всё-таки сделаю два конкурса. Первый конкурс будет для тех, кто смотрит американские сериалы и так далее, которые не интересуются кей-попом. И сделаю конкурс для вас. Вы сможете потом. Это пока ещё просто всё в абстракции, мне нужно всё это продумать. Так как я пойду в Таиланд, то там есть вещи всё-таки с кей-поп звёздами. Вот, там, допустим, еда, всякие вкусняшки. Также, помимо этого, есть альбомы, если я, конечно, найду. Вот, ну, всякая, знаете, такая мелочёвка, я бы назвала. Конечно, нет, диск с автографом звезды вашей любимой. Это не мелочь. Вот, я постараюсь найти как можно больше стаффа с кей-попом там. И проведу конкурс. Вот, так как нас уже 100, вот, то круглая дата, да, круглая число. Я, конечно, хочу побольше, там, до 1000 хотя бы. Но, блин, если получится, ребят, на 1000, я просто, я не знаю, чего буду разыгрывать. Вот, так как вас уже 100, и как бы всё равно спасибо вам, что вы смотрите меня. И за счёт этого я хочу сделать для вас приятно. Вы делаете приятно, не, я делаю приятно. Вам всех счастливы. Как говорить, только за окон, да, за базур. Вот. Ладно, ладно, я не буду потом. Это ещё не значит, чтобы подписываться на меня, чтобы у вас есть подарки. Нет, просто конкурс будет связан с моими подписчиками здесь. Также, наверное, я просто продумываю всё настолько, сколько... Блазакой на основном, наверное, язык заплетается уже. Я продумаю, как это всё сделать. Наверное, создам определённую группу, в которую нужно будет вступить, для того, чтобы я могу вас профильтровать. Также вам надо будет, наверное, репостнуть мои видео. Ну, как у всех, знаете. Вот. Ну, посмотрим. Короче, я попробую найти для вас самое лучшее. То, что пока что в Москве здесь вы не найдёте. Я любую вам придётся заказывать и ждать тут кучу дней. Вот. Также конкурс будет проводиться не только для тех, кто живёт в Москве, но и для тех, кто живёт, скажем так, в Питере и так далее. Поэтому я, наверное, сделаю это посылкой. Ой, будет тяжело. Я так давно не отправляла никому посылок. И письмо. Но я постараюсь. Всё для вас, видите? Так, ладно. О конкурсе будет это всё потом, когда я всё это куплю, когда я всё это сделаю для вас. Так что ждите. В октябре будет конкурс для кейкбаттеров. Надеюсь, вам понравится. Итак, спасибо большое за внимание. Я вас всех люблю, целую, обожаю. Всё для вас. Пока.